Цветок, пестик и тычинка – главные части в органах размножения. Верхняя цветущая часть растения, к которой мы привыкли восхищаться, является ничем иным как органом размножения у растений. Цветок с пестиком и тычинкой – это и есть репродуктивная система представителей мира флоры, главные ее части. Он вырастает на побегах, которых на растениях может быть несколько. Такая форма образования цветов называется соцветием. Они делятся на две группы – простые и сложные. Простые соцветия. На их поверхности находятся все цветки, расположенные на главной оси побега. Сложные соцветия. Для них характерно наличие не отдельных цветков, а сразу нескольких небольших разветвленных соцветий на главной оси побега. Они отражают основное строение цветка. Обычно соцветия формируются цветами небольших размеров, в то время как крупные цветки растут по отдельности. Но именно мелкие цветочки, собранные вместе, формируют структурное соцветие и дают сильный аромат нектара. Этот запах привлекает насекомых, которые впоследствии переносят пыльцу с одной культурой на другую, опыляя ее. Некоторые соцветия выглядят как один цветок крупных размеров. Это результат длительного процесса эволюции. Подобный феномен можно наблюдать у подсуалноха, ромашки, калины, василька и многих других растений. Именно крупные яркие лепестки привлекают внимание насекомых, которые собирают нектар, поэтому они способны опылить сразу несколько растений за один подход. Околоцветник состоит из тычинок, пестиков, венчика, чашечки, особенностей строения цветка, рисунок. У цветов есть свои особенности строения, которые во многом одинаковые и разные одновременно. Но абсолютно у всех растений есть такие структурные составляющие особенностей строения цветка выше на рисунке – плодоножка. Такое название получил последний узелок, расположенный на стебле растения. Цветоложи – это место, на котором происходит раскрытие цветка. Представляет собой особый орган наподобие каркаса. Именно на нем располагается все основное строение цветочного растения. Вокруг цветоложи находится околоцветник. Он выполняет прежде всего протективные функции. Иными словами, он защищает органы репродуктивной системой культуры пестик и тычинку. И все это сложное строение цветка предназначено только для одного – выполнения репродуктивной функции. Тычинка, пестик, венчики и чашечка у плодово-ягодных растений играют еще более ответственную роль. Они отвечают за образование завязи, из которой со временем образуется полноценный плод. Пестик и тычинка у растений – женский, мужской отдел размножения, общие сведения, почему это главные части цветка. Как уже отмечалось, тычинка и пестик представляют собой репродуктивные органы цветков. По их названию может показаться, что тычинка – это женский орган размножения, а пестик – мужской. Но на самом деле все в точности и да наоборот. Вот общие сведения тычинка у цветка – мужская часть репродуктивной системы цветка, в которой образуется пыльца. Пестик у растений является женской частью репродуктивной системы. У каждого из этих отделов свое строение, особенности и функции. Зная их, вы еще больше убедитесь в том, что цветок – это одно из самых удивительных растений среди всех представителей царства флоры. Почему пестики и тычинки – главные части цветка? Вот ответ – тычинка – важнейшая часть цветка. Она играет огромную роль в оплодотворении цветка, а также необходима для формирования пыльцы, при помощи которой происходит размножение цветочных растений. Формируется двумя частями – пыльником и тычиночной нитью. Пестик не менее важен для процесса размножения растения. Без женского отдела репродуктивной системы растения размножаться попросту не сможет. В зависимости от особенностей строения, растительная культура может быть снабжена одним или сразу несколькими пестиками. Ниже еще больше полезной информации. Читайте далее. Строение и функции тычинки – особенности пыльник. Фото. Как говорилось выше, формируется тычинка двумя частями – пыльником и тычиночной нитью. Особенности строения и функции тычинки – смотрите на фото выше, у пыльника можно выделить еще две части. Они представляют собой специфические мешочки, где накапливается пыльца. А содержится она в специальных гнездах, которые прикреплены к мешочкам пыльника. Каждый цветок может иметь одну или несколько тычинок. А у отдельных разновидностей растений количество мужских отделов репродуктивной системы может достигать даже нескольких тысяч. В некоторых случаях тычинки способны даже срастаться, частично или полностью. К примеру, у тыквенных культур срастание тычиночных частей преимущественно тотальное. Также иногда пестик срастается с тычинкой, образуя новый особый орган – колонку. Подобный процесс можно наблюдать и при выращивании орхидерей. Каково строение пестика – особенности, роль столбика и завязи – фото. Образование пестика происходит при срастании одного или нескольких плодолистиков. Его строение простое, на фото выше. В нем присутствуют зачатки семян и специальный тракт, который содержит созревающую пыльцу вплоть до момента начала оплодотворения. Пестик имеет свою структуру. Он сформирован тремя частями, каждая из которых выполняет отведенные ей функции. Ниже вы найдете особенности этой части растения, а также роль столбика и завязи. Основная структурная единица женского репродуктивного органа растения – завязь. Является основанием пестика и расположена в нижней его части. После процесса оплодотворения в этом участке происходит дальнейшее созревание и развитие семян. Подробнее о том, что такое завязь у растения, читайте в другой статье на нашем сайте. Столбик – это стерильная часть пестика, которая берет свое начало от завязи и постепенно перетекает в рыльцы. Его главная роль – каркасная поддерживающая. Столбики у пестиков делятся на открытые, закрытые и полузакрытые. Все зависит от того, насколько выраженным является процесс срастания стеллодия. Рыльцы – это отдельный орган, главной задачей которого является добыча пыльцей. Если говорить проще, то он ловит ее и доставляет в пестик. Так устроен женский орган репродуктивной системы цветка пестик. Отличить его от тычинки несложно. Пестик находится в самом низу у основания цветочных лепестков, в то время как тычинки могут быть расположены по бокам или же локализоваться. В самом верху у краев лепестков. Обои полые и раздельно полые цветы. Что это такое, к какому виду относится цветок, имеющий пестики и тычинки? У каждого цветка может быть только один репродуктивный орган или же сразу набор, состоящий одновременно из пестика и тычинки. Такие культуры называются обои полыми и раздельно полыми. Что это такое, к какому виду относится цветок, имеющий пестики и тычинки? Обои полые цветки имеют одновременно пестик и тычинку. К данной категории можно отнести тюльпаны, лилию, картофельный цвет и пэр. Раздельно полые цветы – это культуры, которые имеют только женский или только мужской репродуктивный орган, пестик или тычинку соответственно. К таковым представителям флоры относят дуб, кукурузу и пэр. Примечательно, что существуют растения, на которых формируются сразу две разновидности цветков – обои полые и раздельно полые. Подобный процесс можно наблюдать на огурцах и некоторых других огородных и полевых культурах. Понятие однодомных и двудомных цветов – какая у них формула пестика и тычинки – пример размножения. Стоит отметить, что у разных растений может быть разная формула пестика и тычинки. И тычиночные, и пестичные цветки нередко располагаются на одном и том же растении. Благодаря этому культура становится способной к самопылению и не нуждается в сторонней помощи. Представители мира флоры, для которых характерно это качество, в ботанике называются однодомными. Примерами данной группы культур могут послужить тыква и огурцы. Но есть и другая категория растений, которая носит название двудомной. В данном случае женские и мужские особи располагаются на разных экземплярах растительных культур. Поэтому для обеспечения процесса опыления необходимо участие насекомых. Широко известными представителями этой группы является крапива двудомная ива осина. Также существует понятие бесполых растений. О них идет речь в том случае, когда на поверхности культуры нет органов полового размножения. Ниже вы найдете пример размножения двудомных растений. Если с однодомными растительными культурами все просто и понятно, то особенности размножения двудомных экземпляров вызывают некоторое недоумение. На самом деле ничего в этом процессе сверхъестественного ива нет, но этот процесс действительно интересен. Рассмотрим на небольшом примере как происходит опыление у двудомных растений. Всем известно дерево под названием тополь. Это тоже типичный представитель категории двудомных растений. В весенний период мужские олсы бетополя начинают рассыпать пыльцу, а летом женские экземпляры растения распространяют белый пух. Именно таким необычным и интересным способом происходит размножение этого дерева. Тополиный пух содержит семена, которые не рассыпаются и не теряются именно благодаря пуховым нитям. Они прочно прикреплены к ним и могут спокойно отлетать от дерева родителя на значительные расстояния. Такой же необычный и интересный метод размножения характерен и для одуванчиков. Поскольку двудомные растения нуждаются в участии насекомых в процессе опыления, урожайность плодово-ягодных культур и овощей во многом. Зависит от того, насколько активными являются усы, пчелы, шершни и так далее. Чем выше их активность, тем лучше урожай. И, следовательно, чем она ниже, тем меньше шансов на интенсивное и богатое плодоношение отдельных садовых и огородных культур. Биоритмы цветка, пестика и тычинка – полезная информация про размножение. Цветок – это живой организм, который тоже имеет свои биоритмы. Ему свойственно бодрствовать и находиться в состоянии сна, как и человеку, животному и так далее, понять, в какой фазе на данный момент находятся растения, можно по состоянию его лепестков. Они закрываются и открываются в зависимости от времени суток. Кроме того, на биоритмы влияет разновидность цветочной культуры. Простой пример цветочных часов – цикорий и козлобородник. Эти растения открываются в 3-4 часа утра и остаются в таком положении почти до вечера. Маки и шиповник просыпаются в 5 часов утра. Барвинок, одуванчик, колокольчик. Данное растение начинает раскрываться примерно с 6 утра. Бархатцы и вьюнки – период их пробуждения и активности выпадает на 8 часов утра и длится до вечера. Ноготки – эти цветы раскрываются в 9 часов утра. Начиная с обеда и до наступления вечера цветки постепенно начинают сникать. Это означает, что они закрываются и переходят в фазу сна. Конкретное время полного смыкания лепестков зависит от разновидности цветочной культуры. Например, полевая гвоздика закрывается примерно в 1 час ночи. Время перехода в фазу сна цветков кактусы выпадает на 2 часа ночи. Одуванчик начинает закрываться в 3 часа ночи. Гречанка смыкает свои лепестки под утро ориентировочно в 4 часа. Белая кувшинка закрывается в 5 часов утра и так далее. У каждого растения свои особые биоритмы. И они самым прямым образом влияют на размножение культуры. Вот еще интересная информация про размножение пестики и тычинки. Исходя из вышесказанного, в мире флоры есть растения девочки и растения мальчики. Они бывают обои полыми и раздельно полыми. В первом случае для цветов характерен процесс самоопыления. А вот для размножения раздельно полых культур необходима помощь насекомых. Оз пчел и дыры. Они переносят мужские гаметы на растения женского пола. Только так обеспечивается процесс опыления для дальнейшего размножения растения. Теперь вы знаете строение цветка и как растения размножаются. Чтобы закрепить материал попробуйте по картинкам выше самостоятельно рассказать про процесс размножения растения. Также посмотрите видео ниже, в котором подробно рассказывается об этом процессе. Видео «Размножение цветковых растений». Прочитайте по теме «Вирусы, биология, краткая презентация, схема строения, сообщения о медузах по биологии, определение, где обитают. Что такое гомозиготные и гетерозиготные организмы в биологии? Биология, бактерии, виды, названия, вредные и полезные для жизни человека, биология, инфузория, туфелька, особенности строения.